Друзья, всем привет! Продолжаем делать разборы китайских акций с листингов на Гонконге, которые появились на Санкт-Петербургской бирже. Сегодня мы делаем разбор последних четырех компаний из последнего списка, которые появились компании на СПБ бирже. Сегодня у нас будут компании из сектора торговли и, скажем так, напитки. В общем, четыре компании разберем, подведем по каждой вывода, хорошая компания или нет. И давайте начинать! Первая компания в нашем разборе, Чао Тай Фук Джиуэльер Групп, инвестиционная холдинговая компания, производит и продает ювелирные изделия. Краткая справка про компанию. Конгломерат – сеть магазинов и ювелирных изделий. Также занимается недвижимостью, отелями, универмагами, транспортом, энергетикой, телекоммуникацией, порт и казино, а также другие направления. Компания имеет капитализацию 150 миллиардов гонконских долларов, платит дивиденды небольшие – 3,36%. Основана в 1929 году, и в компании работают 29 тысяч сотрудников. Давайте теперь посмотрим про эту компанию в деталях. Начнем с финансового здоровья. Как мы видим, последние годы у компании такое себе развитие фактически стоит на месте. Временами долги растут, иногда падают, опять растут. Балансовая оценка времени тоже то росла, то падала. Сейчас стоит на месте. И негативный момент состоит в том, что балансовая оценка и долги уже находятся так близко, что возможно даже скоро балансовая оценка будет ниже, чем долги, если продолжится вот такая тенденция. Что касается цифр, у компании 28,5 миллиардов гонконгских долларов долга и 12,1 миллиарда гонконгских долларов кэша. То есть, в принципе, в два с лишним раза долг больше, чем кэш. Но это не самое хорошее здоровье, конечно, но бывает и хуже. Поэтому с такими вот параметрами, в принципе, компания может существовать, платить дивиденды, но нужно следить будет всегда за тем, как дальше вот эта тенденция по долгу будет двигаться далее. Поэтому, в общем, есть такая специфика, не самая хорошая. Давайте посмотрим, возможно, здесь очень хорошая перспектива будущего от компании. Да, вот если смотреть на цифры, 18% ожидается рост прибыли в следующем году. И дальше тоже будет, в общем-то, рост. Да, каждый год ожидается рост и прибыли, и выручки. Это хороший такой момент, позитивный. Да, в принципе, неплохая компания с этой точки зрения. Что касается дивидендов, ну, такие они, скажем так, до кучи. Не самое главное в этой компании. 3,36%. Не самые большие. Что у нас ожидается по дивидендам? Ожидается, что будет рост дивидендов к 2025 году. Вот по текущей цене, если купить, будет около 5% дивидоходности в год. Ну, в принципе, тоже неплохо, особенно если будет расти стоимость акций. Ну, давайте посмотрим, хотя бы, какая у компании оценка по метрикам. Есть ли на чем расти. Так, по P&E оценивается 23, что уже хорошо, что хотя бы не убыточная компания. Но 23 это тоже уже не дешево, особенно для китайской компании. Price to sales 1,5 недорого. Price to book 4,7 дороговато. То есть, такая не самая дешевая компания, в общем-то, получается. Давайте посмотрим с конкурентами, если сравнить. Конкурентами в основном дешевле, чем эта компания. Что здесь еще можно сказать? Компания оценивается дороже, чем рынок. По аналитике Simple Wall Street, это справедливая оценка 16,5 гонконгских долларов. Текущие 14,86. То есть, тоже какой-то перепроданности здесь точно нету. Поэтому для спекулятивных сделок, наверное, здесь не очень интересно. Для дивидендов тоже не очень интересно. Но нужно, конечно, будет рассматривать на графике. Если кому-то эта компания приглянулась, то пишите в комментариях. Разберу в отдельном выпуске графики. И в том числе, если захотите, разберу графики этой компании. Что здесь еще интересного? Давайте посмотрим, что у нас по инвесторам. Могут быть какие-нибудь необычные инвесторы у этой компании. Приватные компании 77,5%. То есть, частные компании. Ну, американские. И основная доля принадлежит самой себе. То есть, какая-то там дочерняя компания, которая имеет 73% практически доли этой компании. Ну, понятно. В общем, есть основной акционер. Сама себя покупает. Так, ну, если сделать вывод по этой компании, в принципе, неплохая. Все дивиденды до кучи. Ожидается рост прибыли и выручки. Но текущая цена не дешевая. С учетом, конечно, будущих ростов. Возможно, ПНЕ, наверное, в районе 15, я думаю. Это, в принципе, нормально. Но в любом случае, какой-то супер дешевизны нет. Но компания неплохая. Надо рассмотреть на график, чтобы точнее сказать, стоит ли не стоит. Давайте идти далее. Следующая компания. Hengel International Group. Компания занимается производством предметов личной гигиены. Капитализация 46,5 гонконгских долларов. Миллиарда долларов. Дивиденд тоже платит. Около 4%. Дата основания компании в 1985 году. Работает 23 тысячи сотрудников. Давайте посмотрим про эту компанию. Что у нас здесь есть. Значит, сразу можно сказать, что не особо перспективны с точки зрения прибыли и выручки. Здоровье, в принципе, неплохое, но есть какие-то проблемы. Платит дивиденды. И немножко недооценена. Ну, давайте посмотрим в деталях. Итак, начнем с финансового здоровья. Ага, понятно. То есть, долги больше, чем капитализация компании. Это сразу не капитализация, а балансовая оценка компании. Это сразу минус. Вау, долгов практически 3 миллиарда юаней. А ну, кэш тоже, в общем-то, есть. 24,5 миллиарда. То есть, в принципе, да, не так уж плохо, как кажется на первый взгляд. Ага, значит, 24,5 миллиарда – это немножечко больше, чем 23. Поэтому компания, если заплатит весь свой долг, то останется еще полтора миллиарда юаней. Поэтому, в принципе, не так уж и плохо. Поэтому компания сможет платить дивиденды. Но дивиденды небольшие. Ну, дивиденды попозже посмотрим. Что по будущему? Неплохо. 15% ожидается рост прибыли на акцию в следующем году. И в 2024 году тоже существенный рост ожидается. Я ее немножечко недооценил. Все-таки 15% – это неплохо. И выручка тоже растет. И прибыль растет. Вот, в принципе, интересно, интересно. Что касается дивидендов. Давайте посмотрим. Да, 3,89 годовых. Что у нас ожидается с дивидендами? Что будет происходить? Так, ну, ожидается, что будет рост. То есть, текущих, вот если купить сейчас, то будет 5% в 2023 году. И 5,3% в 2024 году. В общем, ожидается рост дивидендов. Это тоже хорошо. И учитывая то, что у компании, ну, в принципе, нормальный баланс, то дивидендам в настоящее время ничего не угрожает. Давайте посмотрим по оценке. По нае 15,5. Уже это меня радует. Здесь хотя бы есть на чем разыграться. 15,5 – это недорого. Price to sales 1,9. Ну, в принципе, нормально тоже. Просто 2,1. В общем, все такое средненькое, не очень дорогое, но и не за копейки. Не задарма дают. Такая средняя рыночная нормальная цена. Есть как бы на чем порасти, если захотят. По сравнению с конкурентами, компания оценена значительно дешевле. Это тоже хороший момент. В плюс, компанию за покупку. Компания стоит дешевле, чем в среднем по рынку. Но текущая цена 40 гонконгских долларов, а сервис считает справедливой 33,5 гонконгских доллара. То есть тут даже считается, что есть перекупленность. Ну, не знаю, смотреть на графики, чтобы получше это понять, так ли это или Simple Wall Street что-то путает. Ну, что в среднем можно сказать по этой компании? В принципе, неплохая. Нормальное финансовое здоровье. Небольшие дивиденды, которые будут расти. Потенциал прибыли и выручки тоже плюс. Ценена по метрикам дешевле, чем конкуренты. А по цене нужно смотреть график, чтобы точно сказать, что там будет дальше у них проходить. В общем, тоже неплохая компания. Неплохая. Давайте идти далее к следующей компании. Теперь две компании из сектора напитков, скажем так. Компания Budweiser Brewing Company APAC занимается производством алкогольных напитков и пивом. Капитализация 327 миллиардов гонконгских долларов. Довольно-таки крупная компания. Платит незначительные дивиденды, около 1%. Основанно в 2019 году. Работает 26 тысяч человек. Давайте посмотрим про компанию поподробнее. Начнем с финансового здоровья, как всегда. Все, в общем-то, выглядит неплохо. Из минусов то, что балансовая оценка у компании все время на одном уровне находится, то есть какого-то особого развития у этой компании не происходит, вот как минимум с 2018 года. Все время в одном диапазоне колеблется. Долги, при том, в это же время сокращаются, и компании совсем незначительные долги. Ну, то есть такая стабильная компания, с которой ничего не происходит. По долгу компании, значит, 245 миллионов долларов США, а кэша на балансе 1,9 миллиарда долларов США. В общем, баланс отличный, никаких проблем нету, все идеально. Что у нас по будущему ожидается? Рост, тоже рост. Смотрите-ка, что-то тут SimpleWast маловато свою оценку поставил. 14% ожидается рост прибыли на акцию. Может быть, он ошибается. Смотрите, было 1,024, а станет 997. А, ну это в этом, получается, году, за последний квартал. Соответственно, в следующем квартал году с 997 до 1,173. Ну, да, понял, то есть здесь есть 15% роста. Выручка еще более заметно вырастет с 6,73 миллиарда долларов США до 7,34 миллиарда долларов США. Ну, да, хороший рост и прибыль, и выручки. Давайте посмотрим, что у нас под дивидендом. Да, дивиденды какие-то платят, но они такие совсем небольшие, незначительные. И ожидаются, что дивиденды будут расти, ну, тоже 1,1, 1,2 на следующие два года. Ну, тем не менее, лучше, чем ничего. По оценкам давайте тоже посмотрим. Понятно, 40% на Е дорого, очень дорого, конечно. ПНС, 6,1, очень дорого. Прайс-то бук, 3,9, дороговато. Причем, компания переоценена, это прям четко видно. По сравнению с конкурентами, тоже понятно, что компания дороже, чем большинство конкурентов. Ну, есть кто-то прям совсем переоценен рынком. Значит, по сектору в два раза дороже, чем сектор. По текущей цене Simple Wall Street считает, что справедливая 29,5, компания свои 24. То есть, еще есть некоторый потенциал роста, но он совсем небольшой, всего лишь 17%. Ну, понятно, то есть, надо, конечно, по графику посмотреть подробнее, чтобы понять, какова перспектива роста по этой компании. Ну, давайте сделаю вывод. Компания имеет хороший баланс, платит незначительные дивиденды, имеет перспективу прибыли, роста прибыли и выручки. Дороже, чем большинство конкурентов, дорогие оценки по метрикам и потенциала роста, вот пока я не вижу, но нужно тоже посмотреть на график. Вот пока я бы такой компании, наверное, держался подальше, когда нет потенциала роста стоимости акций. Итак, давайте переходим к следующей компании, четвертой компании. Нонгфу Спринг, компания занимается производством воды в бутылках, различными напитками. Капитализация 483 миллиарда гонконгских долларов, платит дивиденды незначительные, чуть более процента, основана в 1996 году и работает 20 тысяч сотрудников у этой компании. Ну, давайте посмотрим финансовое здоровье. Мы видим, что капитализация, балансовая оценка в последнее время у компании росла, но с 2021 года такой боковичок по этой компании. В это же время долги немножечко нарастали с 2020 года, но после 2020 года, соответственно, долги не меняются, не растут, не падают, примерно на одном уровне стоят. По цифрам компания имеет долг 2,8 миллиарда юаней, а кэш на балансе 18,7 миллиарда юаней, то есть примерно, сколько всей, наверное, раз больше кэша, чем долга, то есть баланс отличный, все тут, все хорошо. Что касается потенциала прибыли и выручки, тоже 15,5% прибыли ожидается увеличения в следующем году, это хорошо. Выручка тоже ожидается будет существенно расти, в общем, с точки зрения будущего у компании ожидается рост прибыли и выручки, это очень-очень хорошо. Дивиденды платят 1,17%, ожидается, что дивиденды будут расти, но в любом случае будут такие незначительные, как бонусы. По оценке 55,6 PNAE, очень-очень дорого, price to sales 3 на 14 практически, price to book 21,4, уф, ну они, конечно, загнули, в Китае это 55 PNAE, что они там, золото в бутылку, что ли, продают, золото дешевле гораздо оценивается, ну ладно. По сравнению с конкурентами, самая дорогая компания, гораздо дороже, практически в 3 раза дороже, чем в среднем по сектору, текущая цена 42,8 гонконгских доллара, а справедливая цена 26 гонконгских доллара, считает сервис Simple Lasted. Ну, понятно, то есть, конечно, все это компании неплохо, но сильно переоценена, и обычно я в такие компании не захожу. Я люблю заходить в компании, которые все отлично с перспективой прибыли и выручки в следующем году, отличное финансовое здоровье, и она недооценена. Вот такие компании я люблю. Эта компания все имеет, кроме недооценки, она как раз именно перекуплена, поэтому я такую компанию обойду стороной, но вот первые две компании неплохие, они и дешевые, и по всем показателям интересны. На этом, наверное, все. Сделал этот большой разбор последних компаний, которые имеют листинг на Гонконге и торгуются, можно купить через Санкт-Петербургскую биржу. Те компании, которым хочется, чтобы я сделал разбор по графику, пишите в комментариях. И на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео, где я буду делать разборы графиков вот этих вот новых компаний. Я записывал все комментарии, которые люди просили разобрать эти компании по графику. Поэтому до следующего видео. Санкт-Петербург